Добрый вечер, Гомель! Это прямой эфир. Меня зовут Наталья Волонец. Я приглашаю всех, дорогие друзья, провести этот добрый вечер на телеканале Беларусь4. Напоминаю, телефон в нашей студии не изменился. 34 22 43. Вы можете позвонить в течение ближайшего часа и присоединиться к нашему разговору в прямом эфире. Также у нас работает Вайбер. Мы всегда ждем ваших сообщений. Некоторые даже зачитываем в прямом эфире. Напоминаю, что, как обычно, по вторникам у нас полезные советы. И сегодня, дорогие друзья, мы поговорим о наших привычках. Дело в том, что забота о собственном здоровье, согласитесь, такой уже стал ведущий тренд во всем мире на протяжении последних десятилетий. И можно смело сказать, что за это время сформировались даже какие-то такие основные принципы в обществе здорового, образа жизни. Появились какие-то действительно универсальные рецепты долголетия. Тем не менее, статистика утверждает, что мы все чаще придерживаемся, знаете, нездорового поведения. Вот, например, в Белоруссии 9 из 10 взрослых людей имеют от 1 до 5 вредных привычек, вредных для здоровья. Вот что же это за привычки, как они действительно влияют на наше здоровье? Вот предлагаю именно об этом и поговорить сегодня в прямом эфире. Какие у вас есть привычки? Готовы ли вы с ними как-то расстаться, может быть, как-то изменить их? Звоните в студию, нам очень интересны ваши истории, ваши примеры и ваши советы. Ну, а пока я хочу представить гостей, которые сегодня нашли время для наших зрителей, для нашей программы. Добрый вечер всем. Итак, кто же у нас в гостях? Врач-валиолог, координатор проекта «Здоровое поведение. Мой выбор» Елена Короткевич. Елена, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, автор научных разработок по здоровому образу жизни и правильному питанию Оксана Кононова. Оксана, добрый вечер. И фитнес-инструктор, приверженец здорового образа жизни Светлана Харужей. Здравствуйте. Кстати, добрый вечер. И сразу хочу обозначить, что Светлана утверждает, что у нее нет ни одной вредной привычки. Это была шутка перед эфиром или это действительно так, Светлана? Ну, я очень постараюсь найти за эфиром, но пока я не обнаружила, я не знаю. Пока ничего. Ну, были когда-то? Ну, конечно. А что, расскажите, подкройте. Ну, одна из таких привычек, которая, собственно, мне кажется, портила настроение и вообще жизнь, это привычка разгружать холодильник. Мои разгрузочные дни, это когда очень плохо, когда очень грустно, когда очень скучно, ты открываешь холодильник, разгружаешь, то есть ты съедаешь все, что там есть. А вы когда-нибудь страдали лишним весом? Потому что сейчас у вас идеально все. А, то есть вы разгружали холодильник и страдали лишним весом? Такое нарушение пищевого поведения, конечно, оно имело последствия на всем теле, не только там животных. А как вы избавились от этой привычки все время? У меня очень интересная история получилась. Когда у меня появился первый ребенок, это был сын, и я очень хотела стать самой красивой мамой. Это первый момент. И второй момент, я поняла, что я сама не справлюсь. У меня, ну, если кто-то думает, что вот у меня как у тренера там суперсила воли, она есть, но она в другом. А что касается питания, да и спорта, ее нет. И тогда я нашла себе такой способ, она как игра была. Я решила стать тренером. Я решила повести за собой людей. И я начинала тренировать с лишним весом. Я набрала группу мам после родов. У меня была гимнастика после родов. То есть те, кто тоже любили вкусно покушать в основном? Да, по каким-то другим причинам. Не всегда это же передание. И я решила, что вместе с ними я сделаю. Потому что у меня самой даже дома вот и сейчас я не занимаюсь. Я не могу, я не хочу. У меня есть другие, более важные дела. У меня есть семья. Я не делаю дома ничего, честно. Я не могу. И для этого у меня есть клиенты. У меня есть люди. И вот именно так 10 лет назад я начала тренировать. И за год я убрала лишний вес. И одновременно... Вы перестали? У вас пропала привычка? Я поняла, что моя вот эта привычка была связана с тем, что мне было скучно. Я была нереализована. Мне было грустно. Я не могу сказать, что я заедала стресс. Но не было у меня там прям таких стрессов в жизни. Все было нормально. Но мне было просто скучно. Нет, подождите, Светлана. Мне вот стало очень интересно. А как это у вас нет вредных привычек? Давайте еще раз. У вас есть телевизор, который вы смотрите сериалы там, например, вечером? Нет, не смотрю. Не смотрите телевизор? Мне интересно, нет. Мне невкусный... Ничего, наверное, не... По телефону любят с подругами болтать? Ну, скорее, нет. Скорее, нет. Понимаете, я очень легко могу сказать вместо получаса, давай мы пройдемся, прогуляемся. Мне больше нравится живое. Ну что ж, я думаю, что вы действительно сегодня герой нашей программы. Вот хочу... Рассчитываю на откровенности еще одних участников. Вот скажу для начала, что у меня есть вредная привычка. Их много, дорогие друзья. Но вот одна из привычек, которая действительно мне вот несколько мешает. Я очень поздно ложусь спать. И есть для этого обстоятельства? Нет? Или уже я привыкла? И вот как вы считаете? Мне кажется, это плохо. Я себя как-то не очень комфортно чувствую с утра. Ложиться спать поздно – это не очень хорошо. Человек все-таки должен соблюдать... Это одна из положительных привычек полезных. Все-таки соблюдение режима труда и отдыха. Ночью человек должен отдыхать, с днем он должен работать. Ну, понятно. А почему? Почему? И почему? Потому что у человека вырабатывается мелатонин, который за очень многие функции в нашем организме отвечает, да, и вырабатывается максимальное его количество вырабатывается именно с 10 до 3 часов ночи, считается. Поэтому лучше поспать хорошо до вечера, и лучше пораньше встать, там, часиков в 5 и в 6, и уже будет совершенно другая и производительность. Поэтому это очень полезно для организма. Скажите, Оксана, у вас есть вредные привычки? Может быть, или полезные? Поделитесь. Какие у вас есть привычки? Ну, то, что я поздно ложусь спать, хоть я и об этом говорю, это неправильно, я очень стараюсь. Человек всегда имеет право себя воспитывать, да, и поэтому главное, что мы об этом знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Тоже, ну, стараюсь все-таки жить по законам, по правильным, поэтому из вредных привычек, наверное, тоже. Вот только то, что ложусь поздно спать. А из положительных, да, стараюсь подавать пример тоже своим и студентам. Мы очень часто обсуждаем тему здорового образа жизни. Это просто, наверное, каждое занятие. Это, наверное, правильно, мотивировать молодых на здоровый образ жизни. Это очень правильно. Плюс все мои окружения, вся моя семья, все мои друзья, наверное, так же мотивированы, как и я. Это, конечно же, спорт, который должен сопровождать человека всю жизнь. Это правильное рациональное питание. Это, опять же, режим труда и отдыха. Это позитивный настрой. Это очень немаловажно. Такая хорошая привычка, постоянно улыбаться, радоваться жизни. Опять же, тут же держать, тут же осанку. То есть это мелкие привычки, но они составляют нашу жизнь. И делают нас счастливыми. Да, конечно. Интересно, вот врач-молеолог на самом деле имеет вредные привычки или нет? Или только полезные? Я вас многим не порадую. Я хотела немножко еще вернуться вот к вашему биоритму, чтобы поздно ложиться. В принципе, да, вырабатывается молотонин ночью. И правильно сказали, что надо стараться, надо стараться. Но все-таки люди, у каждого есть свои биоритмы. Условно говоря, жаворонки, они, конечно, им легче ложиться раньше, вставать раньше. Если вы, условно говоря, относитесь к совам, это понятно, что это все тоже достаточно условно. Прям совсем насиловать организм не нужно. Ну, в 9 вечера вы, если не можете заснуть, ну, не пытайтесь. Но все-таки, конечно, стараться к полуночи пытаться. Пытаться нужно, да, да, да. То есть, конечно, учитывать какие-то индивидуальные особенности, но все-таки даже в рамках своего биоритма можно же более здоровое поведение быть, а может быть менее. Или не стараться, но вы не уходите от ответа. А что касается меня, я тоже тут вот думала. Вот, есть у меня явная одна такая вот... То, что вот вы лично, вам не нравится, вы хотели изменить? Да, я и стараюсь изменить, я стараюсь отказываться от кофе. Потому что все-таки... А сколько чашечек в день вы себе позволяете? Нет, я стараюсь вообще не позволять, потому что если ежедневно пить, то хочется потом и две, и три, ну, естественно, это уже не полезно. Поэтому стараюсь заменять цикорий, еще какие-то ищеми... Ну, бывают разные напитки кофейные. Ну, либо лучше вообще просто его не пить, и тогда, в принципе, спокойно. Насчет осанки вот тоже. Сказали про осанку. Все, все выпили, кстати, да. Это как плохая привычка такая тоже осанка. Держать осанку нужно. А почему? Нужно контролировать, корсет мышечный формировать. Да, конечно. Это память мышечная, это раз. А во-вторых, легкие должны хорошо быть. Внутренние органы работают хорошо, когда правильная осанка. А почему деткам очень важно сохранять осанку? Все эти корректоры осанки, это очень важно. С детства примите вот эту вот осанку. Еще я хочу дополнить. Во сне важно спать, потому что во сне мы худеем. Да, вы что? Если во сне детки растут, то для взрослых мы худеем во сне. Я всегда своим девочкам, участницам, клиентам говорю, девочки, если вы не сделали упражнение, лягте спать. Покупите. И вы похудеете. Так и есть. Во-первых, вы не покушаете лишнего, конечно. Потому что если вовремя не лечь, естественно, захочется подкрепиться. Нужна энергия. Это нормально. Но еще я хотела сказать вот о вредных привычках. Вот мне кажется, вредная привычка — много думать. Я хочу пояснить. Вот смотрите, если мы все время будем стараться ругать себя за то, что мы поздно легли, ругать себя за то, что мы выпили лишнюю чашку кофе. Ведь здоровье — это состояние благополучия не только физического, но и душевного, социального. Это не то, что отсутствие каких-то недугов. Поэтому если мы... Ну вот я просто включилась на кофе, потому что я пью кофе, но я не считаю это плохой привычкой. Я пью немного его, ну там маленькую чашку. Я играю как? Я, например, покупаю кофе в зернах. И для того, чтобы не выпить кофе, мне нужно взять кофемолку. Мне нужно смолоть кофе. Мне нужно... Потратить время. Время, как бы это громко достаточно, да? То есть... И плюс у меня маленькая, но очень красивая чашка. У меня есть чашка, ей 200 лет этой чашки я привезла в Сардинию. Я вот когда с нее пью, мне кажется, это просто вообще что-то невероятное. То есть надо ко всему относиться с определенным... Знаете, да, вот как бы подыграть. Нет, подыграть себе вот в игру. Ну я не знаю, может это мое женское такое. Я с клиентами играла, худела. Теперь я вот с кофе. Поэтому все-таки вот душевная равновесие, это тоже здорово. Но вообще сайт хороший. Жить играючи и относиться к своим привычкам играючи. Как бы немножко себя обмануть. Вот современные социологи, дорогие друзья, утверждают, что вести здоровый образ жизни и оставаться пассивными к своему здоровью человеку мешают два фактора. Это недостаток знаний о том, что эта привычка вредная. Вот, например, когда не знали мы, что поздно ложиться спать, это действительно вредно для здоровья. И, значит, недостаток знаний и вообще сами привычки. Так вот давайте мы остановимся на последнем. Если верить статистике, больше 90% всех своих дел мы делаем действительно по привычке. Утренние пробежки, завтрак, перекусы на ходу, телефонные разговоры с друзьями, курение, переедание. Вот давайте определимся вот раз и навсегда. Полезные и вредные привычки. Какие, Светлана? Ну, курение вредно, потому что у нас так экология не настолько хороша. Давайте перечислим. Курение, алкоголь, потому что он однозначно повышает аппетит, например. Ну, я как тренер. Вот это причина. У меня сразу на ум приходит злоупотребление с сахарами простыми. Это ваша любимая тема. Сахара и много кушать плохо. То есть зацикливаться на еде это плохо. Получать удовольствие от еды, наверное, это хорошо. Но когда это уже без меры, когда мы кушаем не с целью того, чтобы покушать, а не с пищевой целью, а просто с целью удовольствия, это тоже совершенно плохо. Вот как бы это... Елена, что вы добавите? Здоровые и нездоровые привычки? Вы нездоровые, я могу... Вы пока не понездоровые. Еще зависимости разные бывают не только от психоактивных веществ, еще от компьютерных, от игр, игровая эта форма зависимости. У молодежи сейчас... Ну, и не только у молодежи, в принципе, достаточно распространена вот эта зависимость. Что касается... Глезть ногти. Вот, например, даже в социальной сети. Вот смотрите, мы сидим в гаджете, что происходит? Два с половиной часа, посмотрите, не работает шея, и потом все, извините, отвисает. Ну, то есть, смотрите, автомобиль, мы сидим, мышцы не работают, мы рулим, ничего не происходит. Ватя, с машиной тоже плохая привычка. Ну, это не то, чтобы привычка. Это необходимость, но я просто хочу пояснить, что... Это гиподинамия, это усугубляет. Если вы не ходите пешком по лестнице на седьмой этаж, а проснулись, сели, поели, поехали на машине, пришли, сели на работе за компьютер, опять же, то есть, это все вкупе. Понятно, что, ну, если вы пробежки совершаете регулярно, и утром, и вечером, и вплаваете, и занимаете теннисом, то есть, если вы на машине приехали туда и обратно, это вам не нанесет какого-то вреда. Все надо в комплексе оценивать, никогда не нужно вырывать из контекста, понимаете? Ну, вы же понимаете, что мы никогда не обращаем внимания, да, вот согласитесь, на то, что какая-то, ну, такая вот мелочь, как... Ну, подумаешь, за рулем я 2-3 часа в день, ну, подумаешь, я за компьютером поработал 5-6 часов в день. Да, мы просто не обращаем внимания. Да, ну, подумаешь, одну сигаретку выкурил в день. Это все мелочь, это такое незначительное. Нам кажется, что это такая ерунда, это не вредная привычка, это так, иногда прихоть. Это уже образ жизни. Это уже образ жизни. Так вот расскажите, пожалуйста, к чему приводит вот такой вот образ жизни? Чем это опасно? А я вот хочу дополнить просто немножечко к тому, что вот вы говорите, мы ездим на лифте, на машине или на автобусе. Вот я всегда советую так, если вы едете на автобусе, то вы выйдете за одну, за две остановки, пройдитесь пешком. Если вы живете на седьмом этаже, доедьте до четвертого, тяжело может быть на седьмом, доедьте до четвертого, пройдите. И это должно войти в привычку. Я работаю в РНПЦ, и мне очень приятно смотреть, что у нас врачи-эндокринологи, эндокринологи, да, которые сами сражаются, борются, почему же говоря, борьба с ожирением, да, не просто мы там мягко его лечим, боремся с ожирением, а они все ходят пешком. Я взяла с них пример, тоже теперь хожу пешком, правда, на пятый этаж. Я думаю, это они сражают пример. Мне так приятно смотреть, что врачи-эмонологи вот тоже нас ходят пешком, причем они мотивированы, они вот именно за здоровый образ жизни ходят все пешком. Это очень приятно, и поэтому людям тоже советуем, то есть чем больше нагрузки, тем лучше. Без фанатизма, конечно, но она должна присутствовать в нашей жизни, это образ жизни наш должен стать. Ну, значит, можно говорить о том, что наши привычки – это, в принципе, наше здоровье, да, то это прежде всего. Конечно. Это на 50% наше здоровье, да, привычки. А вы можете вообще вот так вот определить, здоров человек или нет, вот по внешнему виду, или, может быть, есть какие-то критерии, по которым можно определить сегодня современного здорового человека? Нет, ну, прям быть на 100% уверенным вы не можете, но предполагать можно по внешнему виду, потому что здоровье, по сути, это и красота вашей кожи, волос, ногтей, и, ну, естественно, габариты ваши, то есть тут же полнота, то есть отсутствие. Это все, да, уравновешенность, это все, да, по поведению, не только даже по внешнему, но и по подаче человека. И, кстати, да, здоровый человек обычно, он достаточно жизнерадостен, ну, потому что он себя хорошо чувствует, да, 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 то есть, в принципе, можно. Вернее, он не чувствует тело, он просто живет, вот если он начинает чувствовать тело, там болит, там болит, то вот что-то, да. И вот здоровье, это где-то про счастье, если человек здоров, он счастлив, он не думает ни о чем, да, он не замечает. История здоровья, это не только болезни, вот что самое главное, да, то, что вот Светлана тоже начала говорить о том, что это состояние гармонии и психического, и соматического, то есть работа всех внутренних органов, системы всех наших организмов. Это те же даже физические данные, да, тренированность человека, это социальное окружение, то есть здоровье, это все вместе должно быть в гармонии, в балансе, тогда это здоровье. Вам приходится работать с разными людьми, да, кто-то более теоретически, кто-то более практически занимается этой темой, кто-то работает с женщинами, вот я имею в виду Светлана, да, которые сталкиваются с очень разными проблемами, это не только из-за привычек, но и разные ситуации жизненные. Вот скажите, в каком все-таки возрасте, вот сделайте, ну вот, учитывая ваш опыт, в каком возрасте человек более разумно начинает относиться к своему здоровью? Ну, когда он почувствует свое тело, когда вдруг он первый раз понимает, что ой, болит, ой, ой, что-то не то. То есть после 40? А по-разному, сейчас и моложе. Есть вообще, вот есть у вас такие вот случаи, такой вот опыт, чтобы можно было сказать, что... В практике в среднем, наверное, 35-40, но сейчас почему-то происходит раньше, 29-25, я не знаю, почему это происходит, может, особенно если есть уже какие-то проблемы, например, лишний вес, намного раньше даже, да, уже с 25 лет, с лишним весом они уже начинают включаться в свое здоровье, тем более они молодые, они только рожают деток, им наоборот еще надо быть здоровым. Поэтому, ну, наверное, в более осознанном возрасте, где-то после 25 лет, начинает человек уже думать о своем здоровье. Ну, где-то, да, подержу, могу альтернативную немножко теорию выдвинуть, в том плане, что сейчас мода на здоровье, все-таки она, есть такое понятие, и действительно, в более молодом возрасте люди начинают этим интересоваться. А еще я могу сказать, что зависит от семьи, где человек вырос. То есть, если в семье не сформированы были какие-то традиции, то он и начнет ответственно относиться, когда уже будут сигналы какие-то о нездоровье, либо какие-то первичные нарушения. Если человек, ребенок растет в семье, где вот эта культура, то он, в принципе, и он относится к этому как естественно, нормально, если он привык есть, там, не знаю, не жареную картошку фри, а если он привык, там, кашу есть овсяну на завтрак, там, творог, то есть, ну, если он к этому привык, как чистить зубы, то же самое, там, пробежки, ну, не знаю, совместный отдых на природе, то есть оно же идет, в принципе, вот это из детства. Хорошо, но ведь есть же ситуации, есть же ситуации, когда, кроме семьи, есть какая-то общественная ячейка, друзья, коллектив, который тоже. Я хочу вот прямо рассказать сегодня. Мой сын ест овсянку на завтрак, питается чудесно, себе все готовит. Но сегодня я случайно с дочерью младшей захожу в буфет, мне ребенка нужно подкормить перед тренировкой. И наблюдаю картину, как мой сын в буфете, покупая пачку в апель, причем ни одну. Вот так, он меня не видит, ну, я не хожу в буфет. Нормальная ситуация. Это совпадение раз в полгода, ну, я там не бываю, так получилось. Страх в глазах ребенка? Да. А что вы сделали? Я ничего, я говорю, отлично, угостишь. Он мне дал две штучки. Я говорю, ну, я решила сказать ему, давай ты поделишься со своими ребятами, чтобы меньше досталось. Я говорю, ну, ты поделись, но он, конечно, испугался, но... То есть вы не разрешаете есть свои дети? У нас дома просто нет этого, потому что, да, у нас дома нет, в принципе, я не разрешаю. Вот я к этому и веду, вот смотрите, дома это дома, да, а где вот, потом начинается другой коллектив. Он попробует, он ребенок, нет, естественно, вот это подростковый период, ранней молодежи, когда подвержены влияние социума, группа, это важно. Но они попробуют, но если у него уже изначально сформировано, он попробует и, ну, как сказать, не то, что перебесится, он это переживет и вернет, ну, то есть для него это не будет критично, понимаете? Я хочу по своему сыну сказать, да, то есть мы, я не говорю, что мы ничего не пробуем, наоборот, он все пробовал именно со мной, да, то есть он все попробовал, он все знает, но мы всегда обсуждаем, что такое хорошо, что такое плохо, и теперь, наоборот, он меня подводит в магазине, берет чипсы, например, какие-нибудь, говорит, здесь подсолнечное масло, можно я попробую чипсы? Можно, не часто, но иногда, но можно. То есть он меня, иногда я уже вижу, в нем есть то, что он старается уже, сам у него уже сформировано, то, что он уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо. То же самое касалось Кока-Колы, да, когда я ему уже сказала, что такое ортофосфорная киснота, он все понял сам, химию уже учит, поэтому тут долго объяснять не надо было, поэтому... Еще, простите, вот перебью, хочу сказать, английская пословица такая, если очень мудрая и хорошая, родители не воспитывайте детей ваших, все равно они будут похожи на вас. Поэтому вот правильно, как пример, семья, модель поведения, это, в первую очередь, семья, а все остальное, социум, это уже потом, но семья дает основу. Ну, в принципе, да, если в семье есть какая-то основа, то никакой социум не сможет этот фундамент разбить. Но, несмотря на это, люблю очень я статистические данные, но прежде чем им верить, конечно, вот приглашаем в студию наших экспертов, чтобы на эту тему порассуждать. Итак, средний возраст белорусских женщин, которые начинают курить, ориентировочно 20 лет. Мужчина в Беларуси начинает курить, ну, это, естественно, средние все показатели, почти в 17 лет. Это мы вот, возвращаясь в семья или все-таки какие-то группировки, где ты не хочешь чувствовать себя белой вороной. Я бы вообще хотела обратить внимание на этот слайд, вот, курение в Беларуси. Средний возраст начала курения, я уже сказала. И, кстати говоря, самая многочисленная, скажем так, группировка курильщиков в возрасте 30-44 года. Оксана, вот прокомментируйте вообще этот слайд. И вообще данные СТЭП Министерства здравоохранения Беларуси. Данные вообще провели это исследование Организации, Всемирная организация здравоохранения в Республике Беларусь. Это впервые было такое глобальное исследование. Включено в исследование было более 5000 человек разного возраста, разного пола, разное, социальное, поэтому им можно верить этим данным. И что хочется прокомментировать? Прокомментировать хочется одно, что у нас очень много курят и мужчин, и женщин. Примерно, если в общем брать, это вот мы взяли мужчин и женщин, столько, это имеется в виду, из общей массы, около 30% всех жителей Беларуси, вот если так данные перевести, то примерно 30% населения курит. Это много. Это много. Очень много. Кстати, по этой же статистике, почти 15% беларусов курили в прошлом, но смогли в последние годы завязать с этой вредной привычкой. Кстати, вот можно ли избавиться от вредной привычки, такой как курение, и как вообще это сделать? Дорогие друзья, ответ на этот вопрос знает известный гомельский музыкант Игорь Архипов или Егор Полишук. Кто как знает этого человека? Это руководитель музыкального проекта Егорова гора. Вы знаете, он изобрел собственную методику, которая помогла ему бросить эту вредную привычку, причем много лет назад. И под подробности предлагаю узнать из видео, которое Игорь записал специально накануне нашей программы. Дело в том, что он сейчас на гастролях. Да, очень хотели мы, чтобы он пришел в эту студию, поделился, или чтобы позвонить. Но, в общем, есть у нас сюжет. Давайте мы его посмотрим и внимательно послушаем. В подростковом возрасте, это такой возраст экспериментов, когда мы чаще всего приобщаемся к летным привычкам. Курил на протяжении 20 лет. И периодически возникали мысли, и даже были попытки бросить курить. Воздерживался по 2, по 3 месяца, даже один раз около полугода. Но по различным обстоятельствам возвращался к курению. В какой-то момент я все-таки осознал, что надо окончательно завязывать с этой привычкой. И вылибнул для себя определенную схему поведения. Во-первых, воздерживаться от курения при возникновении конкретного желания. Воздержитесь 2-3 минуты, и вы обрежете эту ниточку, которая вас дергает постоянно, для того, чтобы вы закурили. Второе, это не курить во время приема пищи. Семена выделяется, и мы, когда закуриваем более еды, или сразу после еды, то получаем вторую дозу через желудок. Поэтому воздержитесь 5-6 минут после потребления пищи, и вы гораздо уменьшите отравление своего организма. В результате этого я пришел к тому, что проснулся однажды утром и понял, что я уже не курю. С тех пор прошло более 15 лет, и я очень счастлив, что бросил курить. Чего и вам желаю. Будьте здоровы! Спасибо, Игорь. Действительно, очень приятно, во-первых, слышать и видеть человека, который смог это сделать. Думаю, многие сейчас позавидовали курильщики. Кто прокомментирует метод? Мне хочется сказать последнюю фразу. 15 лет – это когда человек приравнивается уже к абсолютно не курящим людям. То есть он 15 лет, ну, посмотрите, как много надо, да, но здесь уже полная уверенность, что он наравне в риске теперь от инфаркта. То есть риск у него теперь такой же, как наравне с человеком не курящим. То есть вернули, вы имеете в виду то же самое, что начать заново, да? Конечно, да. То есть это просто восхищает такие случаи. А что вообще происходит с организмом человека, который бросает курить? Сначала, ну, коротко, если то, в первые же часы сердце начинает биться в более нормальном ритме, тахикардия уходит, восхищается кровь кислородом, да, естественно, мозг перестает испытывать голод. Ну, в первую очередь на мозг, на сердечно-сосудистую систему влияет, вот, ну, легкие очищаются, да, объем жизненной емкости, емкость легких, не помню, через трое суток или через сколько оно там улучшает. Ну, то есть первые даже часы, сутки, какие-то… Несколько недель, первые несколько недель, но все улучшается постепенно. Просто риски снижаются, да, вначале просто организм как бы выводит этот яд и начинает более полноценно жить. Еще от стажа курения, конечно, зависит от стажа курения, в зависимости от того, кто сколько курил. Но мне хочется дополнить вот в этом примере, смотрите, как поступил наш герой. Это с любой привычкой, например, с какой-нибудь, я даже не знаю, что еще, вот, например, отказаться от, ну, предположим… Переедания. Переедания, ну, нет, передания сразу нет, но давайте не есть после, например, 11. После 11 вечера. Ну, просто… Удивительно. Ну, вот многие скрывают, но ведь, ну, окей, давайте, давайте, например, не ешь эту пироженку после 11. И в первый день мозг, он раз в 30 скажет, ну, съешь меня, ну, съешь меня, да. И если вы скажете, нет, подожди, то есть, понимаете, человек осознанно принимает решение, говорит, нет, стоп, я здесь… Он работает над собой. Я здесь, главное. Ну, он скорее, он, даже он может быть, либо работать над собой в случае героя, но я бы уговаривала мозг. Ну, я вот как-то так. Так, так, так. Если вы сдержите себя, то на следующий день будет не 30 попыток, а 15, потом 10, потом два раза попросит мозг съесть эту пироженку после 11. А потом ты подумаешь, сейчас терпел 5 дней. А потом он проснется, как будто было в сюжете, и скажет, вау, не хочу, я больше не хочу, мне больше нет команды из мозга. И так со всеми привычками. Но тут все равно человек должен решить, просто решить. Решить и должен быть сильным. Вообще, интересная методика. Не эмоции обладает человеком, а человек над своими эмоциями. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня вторник. Программа «Добрый вечер, Гомель», как обычно, по вторникам делится полезными советами. Сегодня мы решили поговорить о наших привычках, самых разных, полезных, вредных. Так что делитесь своими привычками, своими историями. У нас есть телефон в студии, у нас есть вайбер. А я сейчас зачитаю сообщения наших зрителей. Петр бросил курить 9 лет назад и заменил эту привычку на тренажерку. И сейчас, кстати, готовится к эко-марафонам. Да, у нас действительно в воскресенье будет большой республиканский эко-марафон в Гомеле проходить. Ну, Петр, мы желаем вам удачи и победы. Просто гордимся, да. Ольга обливается холодной водой ежедневно. Вот какая привычка. Отлично, да, поддерживает? Ну, не каждому. Не каждому. Конечно. Состояние сосудов разное, причем это наследственная вещь. Я, например, знаю, что у меня холодная вода выше колена, потом мне просто сосуды резко сужать. Мне такого не лезет. Не каждый может, но все равно восхищение вызывать. Когда люди так могут, это просто восхищение. Но, опять же... Здесь надо аккуратно подходить. Ну, как минимум, область головы, но хотя бы не сверху. Так, Евгения утром пьет два стакана воды и не ест после шести. Что-то особенное? Ну, это что-то вообще невероятное. А во сколько, интересно, на спать ложится? Наверное, в девять вечера. Наверное, в семь, да. Ну, здорово. Дорогие друзья, это мы к тому, что в нашей программе мы очень часто придерживаемся мысли, что кушать после шести надо. Но если вы ложитесь... Смотря во сколько, да, вы... Да, смотря во сколько, ложитесь спать. И смотря, что кушать. Да, давайте еще раз напомним. За два часа. За два часа до сна, правильно, мы часто об этом очень говорим, уже просто выучили наизусть, наверное, все наши зрители, за два часа до сна перекусить что-нибудь легкое, такое некалорийное, для удовольствия. Не думать об этом. Чтобы об этом не думать. Так, эту тему мы, можно сказать, закрыли. Так, хорошо. Максим ходит пешком на седьмой этаж и никогда не пользуется лифтом. Может, это мой сосед. Может быть, Максим зовут, не знаю. Хорошая привычка, да? Очень хорошая. Надо тоже попробовать. Это реальности к физической нагрузке хорошего человека, он ее будет стабилизировать. С ним будет все хорошо, если лифт сломается. Да, ну, в принципе, да. Кстати, о физических нагрузках и о таких замечательных привычках, как спорт, мы поговорим чуть позже в нашей программе. Обязательно что-то даже покажем интересное. Еще пару сообщений и пойдем, наверное, на рекламу. Передохнем немного. Так, Ольга. После 30 лет стала вести здоровый образ жизни, отказалась от сигарет, свинины и других вредных привычек. Сигарет, свинина, вот, она считает, что вот ей стало... И других интересных, что она не любит другие вредные привычки. Спасибо за сообщение. Катерина считает, что самая хорошая у нее привычка – это всегда держать слово и не опаздывать. Это круто. Это круто, действительно круто, Катерина. Ну, а Илья каждый день 10 тысяч шагов. Вот, насколько полезно вообще 10 тысяч шагов, может быть, стоит все-таки 20 или 5. Вот об этом мы поговорим сразу после рекламы. Напоминаю, телефон в студии 342243. Присоединяйтесь к прямому эфиру. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Правда ли, что курение и ожирение – это две самые большие проблемы современного общества? Вот об этом мы узнаем далее в программе «Добрый вечер, Гомель». А пока у нас есть телефонный звонок, предлагаю послушать телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте, давайте познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я бы хотел рассказать о своих вредных привычках и когда я с ними расстался. Расскажите. Значит, курить я бросил 40 лет назад, когда мне было всего лишь 23 года. Я понял тогда только, что курение – это вред для человека. А курили до этого вы долго? Да, курил я годов 8-9, может, до этого курил. А как вы это сделали? Как у вас получилось? Ну, с малолетства начал курить. Не-не-не, как вы бросили курить? Как я бросил? Это надо иметь силу воли и характер. Так, хорошо, получилось с курением. Так, что еще вы хотели нам рассказать? Без этих параметров жизни трудно очень бросать курить. 40 лет, 40 лет не курите. Давайте мы с вами познакомимся. Я не узнала ваше имя. Как вас зовут? Спиртное употреблять я прекратил 9 лет назад. Вообще перестали употреблять? Спиртное вообще перестали употреблять? Вообще, вообще не употребляю. А были какие-то проблемы у вас со спиртным или так иногда? Нет, никаких проблем у меня со спиртным не было. Просто бросил и все. И все. Ну что ж, спасибо. Мы действительно гордимся вот такими нашими телезрителями. Я, к сожалению, не узнала вашего имени. Как вас зовут? Михаил Иванович. О, Михаил Иванович. Ну что, вы знаете, мы вам здесь вот просто аплодируем сейчас. Вы большой молодец. А сколько вам лет, Михаил Иванович? 23 плюс... Да нет, особых таких привычек нет. Ну что ж, мы желаем вам здоровья. Люблю кофе пить по утрам. Вот. Вот все, кофе. Ну что ж, спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Да, я думаю, многие наши телезрители почерпнули для себя полезную информацию. Вот реальный пример, вот как Игорь, вот так же вот и наш телезритель. Реальный пример. Вообще, если верить статистике, то к 2025 году, дорогие друзья, 40% мужчин и 50% женщин будут иметь избыточную массу тела. Вот эксперты Всемирной организации здравоохранения определили лишний вес как пандемию 21 века. Интересно вот мнение наших сегодняшних экспертов. Почему все-таки так актуально? Оксана, почему так актуально вот проблема лишнего веса сегодня? Так оно и есть. Мы много едим или мало... Честно говоря, да. Вот все эти наши привычки приводят к ожирению, да. То есть неправильное питание, конечно, ужасают цифры, да, которые в России. Вот было проведено исследование, да, когда в 10 раз, начиная с 1975 года и на сегодняшний момент, в 10 раз среди детей и подростков. А дети и подростки – это кто? Это будущее страны нашей, да, то есть и России, и Белоруссии. Поэтому, конечно, проблема ожирения – это на самом деле пандемия 21 века. Если, знаете, мы в 20 век мы сражались с инфекционными заболеваниями, и Флеминг, да, придумал пенициллин, то 21 век – это проблема с неинфекционными заболеваниями, то есть именно с проблемами метаболизма, то есть то, что приводит к неинфекционным заболеваниям. Это при том, что мы знаем, что такое здоровый образ жизни уже сегодня, да? Знаем, говорим, мотивируем, но, к сожалению, факты остаются факты. Просто в магазинах сегодня столько много кулинарных отделов, да, и пойдешь вроде бы за помидорчиком. Даже не в кулинарных, наверное, отделах, это просто вот менталитет, во-первых, традиции какие-то наши белорусского народа, да, вот, поэтому, ну, ничего, всему можно обучиться. Хорошо, давайте конкретно, в каких случаях человек начинает зависеть от еды? Вот чтобы было понятно, откуда у нас эти привычки, которые приводят к ожирению целой нации, извините, уже сегодня. Ну, я бы сказала, однозначно, застолья. Вот я хочу дополнить, смотрите, какой момент, тут же не только еще много едим, тут мало двигаемся. Много ли людей в сельской местности, у которых застолья, много ли там ожирения? Меньше. Меньше? А получается, что мы привычку застолий, много еды приносим в город, где мы сидим, где мы не двигаемся. У меня была ситуация, пять лет назад, мой муж перестал есть после шести, он решил похудеть, у него не было избыточного веса, может, килограмм пять. Он не ел после шести, ничего не выходило. Не похудел? Нет. Но так получилось, что он решил заняться бизнесом, уехал выращивать огурцы в теплице. Кстати, был сюжет когда-то здесь об этом. Он похудел за шесть месяцев, он ел все после шести. Ну, вопрос в том, что он физически трудился. Трудно на свежем воздухе. Точно так и нам. У нас в городе много доступной еды и мало доступного движения. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, Елена, может ли быть аппетит показателем здоровья человека? Вот помните, как раньше говорили, если у человека хороший аппетит, значит хорошо работает, значит он здоров. Нет, ну если у человека нет, я имею в виду уже пищевой зависимости, а условно так, то да, естественно, при многих заболеваниях человек теряет аппетит. То есть, ну, все относительно. Если уже он зависим от еды, то у него аппетит уже такой ненормальный, он избыточный, скажем так. Есть истинный голод, есть ложный голод, кстати. Понимаете? Давайте про ложный. Да, то есть ложный голод, да. У нас себя проводят. Да, да, нет. Ну, то есть, когда истинный голод, человеку все равно он что-то хочет съесть. Он хочет съесть не пироженку конкретно, или вот... Он готов съесть все, да. Вот это вот, видишь, он... Вот человек голод, если он истинный, ну, давно человек, допустим, не ел. Он действительно просто хочет есть. Плюс еще ложный голод, вот можно выпить воды, и сразу как-то легче станет, то есть тоже как признак. Ну, там есть много разных признаков. А ложный, а ложный, подождите, ложный. Ну, это ложный, я же говорю, что можно воды выпить, да, вы можете выпить воды и уже как-то забить. Здесь по-моему, получается, что вот я соглашусь, просто с возрастом рецепторы жажды, они не так хорошо развиты, как у ребенка. То есть, если ребенок говорит, я не хочу пить, он реально не хочет пить. А если взрослый говорит, я не хочу пить, не факт. Он, может быть, не понимает. И поэтому очень часто мы путаем жажду и голод. Мы хотим петь, начинаем есть. Ну, и второй момент, ложный голод, когда мозг хочет есть. Ведь есть такая операция, когда ушивают желудок и убирают ту часть, где есть секреторные клетки, ответственные за аппетит. То есть их нет, в принципе. То есть, по идее, после такой операции человек не должен хотеть есть. В принципе, то есть, ну, он даже не испытывает физиологический голод. Но он все равно ест. И спустя три года эти пациенты снова набирают вес. Это о том, что есть хочет кушать, есть хочет мозг. Хорошо. Какие, какой вот универсальный способ и безопасный? Как сбросить лишний килограмм? Пойти к терапевту, что ли? Ну, если это ложный голод, значит, человек либо что-то заедает, либо у него тревога, либо иногда... Ну, я просто работаю с мамами после родов. Иногда бывает так, что женщина после родов, знаете, она была успешной на работе. Она приходит домой, и ей хочется вот это такой вот обман. Ей хочется быть видной. Видной. Понимаете? Она начинает есть видной. Видной, да. Ну, то есть, это же, это очень много моментов. И, ну, психотерапия работает с нарушением пищевого поведения, когда человек ест без чувства голода. А голод – это очень хорошо. И голод нужно уважать. И я еще хочу сказать, и детей нужно воспитывать так, чтобы они чувствовали голод. Это классно, когда дети голодные. А голод – это полезно. Нобелевскую премию в 2016 году получил японский ученый, который доказал, что аутофагия, то есть состояние стресса в голоде – это польза. Это клеточки наши, да, они начинают в состоянии стресса, голода, наверное, да, вы знаете об этом, да, что они перерабатывают все вот эти... Как вот мусорная клетка, значит, когда много, и вот ест, постоянно все потребляя, значит, как мусорный бак, да, в клеточке. Это все складывается, 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 и некуда это деть, мусор. Когда состояние голода, пост. Вот неспроста придумал. Неспроста в каждой религии есть пост, да, пост – это не только духовно, хорошо для души, это и для тела хорошо, в любой ситуации. И это японский ученый доказал, вот наши студенты, скоро у нас будет конференция «Биотические проблемы медицины», там будет даже большой доклад вот на эту тему об аутофагии. То есть клеточка в состоянии стресса, в состоянии голода начинает перерабатывать весь этот мусор, который не нужен, и все. То есть ваша рекомендация – иногда позволять себе поголодать или просто по чуть-чуть есть? Голодать не надо, без контроля специально. Нет, вы имеете в виду голодать? Сейчас все пойдут голодать. А, ждать чувства голода. То есть не есть, когда… То есть спокойно, то есть состояние легкого голода – это нормально. Не надо сразу заедать. Да, и как бы просто, ну, во-первых, да, с доктором. Вообще не надо бесконтрольно вот этим всем заниматься. Светлана говорит об одном, а я бы хотела сказать о том, что важно под контролем все-таки доктора. У меня тоже очень много пациентов с ожирением, моя диссертация была связана с ожирением, с метаболическим синдромом. И что помогало моим женщинам мотивироваться, наверное, то, что я рассказывала, а что вас ждет впереди? Да, многие не могли забеременеть. А что ждет впереди? Бесклодия, например, молодых женщин может ждать бесплодия. Бесклодия, у которых вот есть лишний вес. Это очень сильно мотивирует, да. Зарушается гормональный баланс. Они сбрасывали вес, они беременели, они рожали здоровых деток. И когда они ощутили разницу, когда они были в ожирении и в вес, они сказали, я больше никогда не буду набирать вес. Они ощутили эту разницу. Ну и рассказать им о том, что вообще можно ждать впереди. А что можно ждать? Расскажите нашим зрителям. Что можно ждать перед человеком, который передает, у которого проблемы вот именно ожирения? Ну это не просто лишний вес, это сам по себе вот просто лишний вес. Это не так страшно. Давайте сначала. Избыток веса. Ну просто избыток, да. Что такое ожирение? Ну, есть индекс массы тела, это все доктор может подсчитать, да, индекс массы тела. Все, что 25 и больше, это избыточ. Все, что больше 30, это ожирение. И там есть степень ожирения. Раньше было так, что называли нарушение жирового обмена, так этично подходили к пациенту. Теперь нет. Теперь конкретно. Ожирение. Нет, чтобы человек понимал, ах, у меня ожирение, все, надо что-то мне об этом уже начинать думать. Поэтому. Это все приводит, ну сначала, допустим, избыточный вес. Еще есть период, когда коррекция достаточно эффективна. Но если ты не начинаешь с собой заниматься, страшно наступать другие последствия. Нарушение обмена веществ. Страдает и печень, и сердечно-сосудистая, это же нагрузка. Страдает практически все органы, все нужные, особенно нужные органы системы. Давление, сахарный, диабет. Это все обмена веществ, да, да. А нарушение обмена веществ может стать со временем необратимыми. Даже подаграми. Да, и потом уже, вы и захотите, но очень сложно потом. Я хочу рассказать историю. Ко мне недавно пришла прекрасная мама, женщина, которая сказала о том, что помогите мне похудеть. Обычно я говорю о стройности, но в данном случае нужно было похудеть. Я говорю, ну почему вот вы так ко мне пришли? Она говорит о том, что она пошла на УЗИ, и доктор ей сказал, если вы два года не будете ничего делать, ну, вы, да, ну, практически вы умрете. Почему? Потому что доктор увидела на ультразвуковом исследовании, что все органы, они уже покрыты висцеральным жиром. Понимаете? Если они покрыты жиром, они уже не работают, ну, они не так работают. И вот с такими огромными глазами человек ко мне пришел и начал работать. То есть, я думаю, что много раз эти люди слышат, но когда им говорит это доктор, вот тогда срабатывает щелчок, и люди делают все. И уже через месяц она мне позвонит, говорит, Светлана, у меня застегиваются сапоги. Еще через месяц она сказала, Светлана, я смогла ногти на ногах сама. Себе это очень не понимаете? Это очень радостно, из-за людей этих очень радостно. А, кстати, Светлана, сколько килограммов в месяц без ущерба для здоровья вот может сбросить человек, который, ну, вот решил заняться вот с собой? Ну, вообще у нас есть таблицы. В зависимости от исходного веса, то есть мы и смотрим. То есть есть какое-то количество килограммов, например, если вот... Нет, я просто чего говорю, сейчас очень актуальна проблема и другая, не ожирение, а наоборот. Да, вы понимаете, когда очень сильно худеет человек. Ну, это же процент можно высчитать просто, чтобы без ущерба... Ну, а вы можете какие-то цифры назвать? 2, 3, 4 килограмма. Ну, вот смотрите, если вес 100 килограммов, то можно 5 килограммов в месяц. Не больше? Нет. Нет, мы говорим про неделю. Вы неделю говорили или про месяц? Я про месяц. Хорошо. Я месяцами считаю. Да. То есть 5 в месяц, не больше, это если 100 килограммов. А если 50, маленького роста? Нет, самый главный принцип, нет, похудение принцип, самый главный, это постепенность. Мы набираем вес постепенно, точно так же наша гормональная система должна настроиться на другой лад. Постепенное снижение. Человек будет иногда испытывать, что я не худею, у меня ничего не получается. Все получится, надо просто подождать. Под контролем доктора, под контролем специалистов, психотерапевтов, фитнес-инструкторов, конечно же. Но вообще по рекомендациям ВОЗ примерно 500 грамм в неделю, это абсолютно безопасно для организма. Ну, посчитайте, примерно это около 2 килограмм в месяц. Это когда абсолютно вот без всяких последствий. То есть можно спокойно 2 килограмма туда сюда? Ну, еще, наверное, все же не стоит так вот на индекс ориентироваться, потому что я когда считала свой индекс массы тела, у меня там супер недостаток. Но это неправда, понимаете? У меня, ну, у меня нет недостатка массы тела. И точно так люди часто себя успокаивают. Они смотрят, вау, я в границах, супер. Ну, ты смотришь на человека, демиорейшим объем талии, понимаешь, что там 90 сантиметров. Прошу прощения, 90 сантиметров талии у женщины, это уже плохо. Кстати, Светлана, вот есть Анна, телезрительница, которая сейчас смотрит наш эфир и хочет спросить, какой завтрак самый полезный и правильный? Я вот смотрю, вы тут подготовились и готовы что-то нам показать. Да. Так. Итак, самый полезный завтрак, вот, по мнению фитнес-инструктора Светланы Хорожей, давайте посмотрим последнее. Я просто не знаю даже, что это. Что мы сегодня будем готовить? Ну, на самом деле, самый полезный завтрак, это всегда углеводный завтрак, это медленные углеводы, это крупы, это каша. Вот лично я еще добавляю быстрых углеводов, а именно сухофруктов каких-то, из морозилки ягодок. Почему? Потому что мне нужно столько энергии, чтобы я могла, ну, как бы проработать 3 часа. То есть сначала у меня поработают ягодки, а потом у меня поработает дальше каша. То есть, ну, мне это нужно, я очень осознанна к завтраку. Но бывает так, что у меня нет времени, да, ну, нет времени, ну, какие-то, когда у мамы есть дети, это всегда непредсказуемость. Я знаю, что это. Что? Я вспомнила декретный отпуск, серьезно, что ли? Мы хотим делать детскую кашу сейчас. То есть вы предлагаете на завтрак серьезную детскую кашу? Я серьезно, совершенно серьезно предлагаю детскую кашу. У меня таких каш дома, вот на данный момент 5 видов. Я, кстати, в студию принесла. Дело в том, что детские каши, особенно белорусского производства, они, правда, очень крутые. Потому что, ну, скажем, белорусы еще не научились делать такую, ну, с моей точки зрения, страшную химию, да, которую делают, да, и почему-то те каши дороже. Я не знаю почему. Ладно, вы нам рецепт расскажете, я же даже не помню, как они готовятся, эти каши. Я вам расскажу. Это настолько просто. Вы просыпаетесь, ставите воду, либо если у вас электрочайник, как вот у нас здесь, вы просто наливаете небольшое количество воды. Ну, конечно же, порция идеальная, это 200 граммов, для того, чтобы это было и достаточно, и необходимо. Но, опять же, для меня 200 граммов, для кого-то 300. Для мужчины своего я бы 300 приготовила. Неужели и мужчины едят? Конечно. Это каша с чем? Что это? Просто молочная каша? Вот это кашка, да. Это чудесная каша. Она молочная. Она на основе... Это рисовая крупа. Так, рисовая крупа. Тыква, яблоко, морковь. Ух ты! Ну, то есть, для меня вообще вот эти вот все желтые, оранжевые овощи, если кто знает, они и в сыром виде, и в таком, это всегда про молодость и про красоту. И мы сейчас начнем готовить в теплую горячую водичку. Мы добавляем несколько ложек. Ну, опять же, смотрите, друзья. Неужели это происходит в прямом эфире? Мы завариваем детское питание, что ли? Это волшебная каша. Она просто заваривается? Она легко... Она заваривается, ну, может быть, секунд 20. Затем вы перемешиваете. Вы поддерживаете? Вот прокомментируйте. Как вам такое завтрак? Я пока буду... Замечательно, да. Например, мой завтрак – это овсяная каша с ложкой льняного масла и чай с фокофруктами. Практически то же самое, только... Практически то же самое, да. Только здесь нас смущает все это детское питание, на самом деле. Зато очень быстро, легко и вкусно. Ну, смотрите, есть же еще... Только чтобы углеводов там было немного. Есть же еще варианты без молочного, да. Тогда не будет молочного сахара, и так далее, и калорийность, и все остальное, да. Вы понимаете, дорогие друзья? Без молочный вариант тоже есть, конечно. Что сейчас меня-то заставит попробовать? Да, дорогая Наталья. Все-таки мне понравится? Уже готова? Если вам понравится, то... То есть тыква и рис, да? Тыква, рис, яблоко, морковь. Все-таки это очень обработанное. Ну, да, намного. Я очень много что делала в прямом эфире, но никогда не ела детское питание. В прямом эфире никогда не ела детское питание. Если быть совсем за здоровье, все-таки лучше просто крупу. Однозначно. Неплохо, спасибо. Хотя это лучше, чем многие другие варианты. Это лучше, чем чебурек, правда? Да подавлятики со сметаной. Да, да, все пошло, пошло. Нет, это реально очень вкусно. Тыквенная детская каша. Я не сомневаюсь. Это действительно очень-очень хорошо. Это хорошая идея. Спасибо, Светлана. Если набуструю руку вот так растворить. Дорогие друзья, вы знаете, вы все-таки слушайте наш полезный совет и пробуйте. Самое главное, пробуйте. Прекрасный завтрак, детская каша, наша белорусская, заваренная с утра кипятком. Кстати, еще несколько интересных полезных советов сразу после рекламы. Вернемся в студию. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот какие у вас есть привычки, тема нашей сегодняшней программы. Вот несколько сообщений от зрителей. Долго спит, аж до обеда Ян, наш телезритель. Очень подоград. Так, Антон очень сожалеет, что у него только вредные привычки. Так, Анна любит болтать по телефону. Людмила любит сладкое. У Тамары, у сына, чудесная привычка спать в носках. Есть какое-то объяснение медицинское этому? Нет, пропускаю. Пропускаю? Ну, видите, вот такие тоже бывают вещи, да. Кстати, Анатолий сообщает, действительно очень серьезное такое сообщение. Молодежь сегодня очень рано начинает курить всякую дрянь. Вот с чем надо бороться. Вот насчет того, как бороться. Дело в том, что в Гомеле, дорогие друзья, стартовал новый проект «Здоровое питание. Мой выбор». Вот в чем особенность этого проекта? Расскажите, пожалуйста, Ирина. Вообще, почему появилась такая необходимость, такой вот инициативы именно в нашем регионе? Ну, потому что всегда лучше предотвратить, чем лечить. И уже это понятно давно. И поэтому в нашей области стартовало три проекта. Один из них для детей и подростков «Здоровое поведение. Мой выбор». Направленный на предотвращение профилактику именно травматизма, употребления психоактивных веществ, то есть тех вредных привычек, о которых мы говорили. Ну и в целом формирование здорового образа жизни среди детей и подростков населения всех наших районов и города Гомеля. А два других проекта направлены на трудоспособное население, там на профилактику болезни системы кровообращения и профилактику ранних выявлений онкологических заболеваний. Потому что все это актуально в нашей области, как и в Республике Беларусь, именно предотвращать ранние выявления, что касается онкологии, либо предотвращать осложнения какие-то. То есть не само по себе артериальное давление еще критично, а его при отсутствии приверженности к лечению осложнение, инсульт, тфарт, вот это бичи, вот это да, вот эти бичи, так сказать, то, что говорили. Сейчас у нас бич не инфекционная, не оспа, холера, там скажем, а именно вот неинфекционное заболевание. А среди детей и подростков актуально, потому что важно именно на ранних стадиях, именно в детстве сформировать правильное отношение у ребенка к жизни и выработать уже какие-то привычки здорового поведения. Вот в рамках проекта «Здоровое поведение» вы встречаетесь с детьми? Да, да, мы едем, мы едем. Вот что показывают эти встречи сегодня? Мы не просто встречи, мы проводим там, как и акции, и в игровой форме. То есть, естественно, дети не просто в какой-то догматичной форме учителя, а именно мы играем с ними, мы слушаем дискуссии, проводим их мнения. Потом у нас с нами едут психологи, тоже проводят тренинги. И именно то, что в этой вот игровой форме, плюс мы выезжаем и делимся опытом с нашими коллегами вот в районах, это дает какой-то эффект. Плюс участвуют еще и лечебники, специалисты из областных организаций здравоохранения. Елена, вот здесь вопрос есть в вайбере для вас лично. У вас есть фитнес-браслет, спрашивайте. Ну, просто это показатель человека, который следит за своим здоровьем, наверное. У кого, кстати, есть? Нет, браслета у меня нет, но я какие-то вещи контролирую, да, но браслета пока нет. Но у меня есть в телефоне определенные там программушек. Ну, это видно, человек, который решил вот... Да, да. Который решил вот следить. Но фитнес-браслет у них неплохая вещь. То есть я считаю, если это вам поможет... Такие мобильные помощники. Если тебе поможет дисциплинировать, просто я без этого дисциплинирована, ну, то есть мне в принципе нет необходимости. Но если у вас есть такая необходимость, плюс вас этот гаджет по каким-то другим причинам привлекает, почему нет? Хотела бы еще заострить внимание на физическую нагрузку. Вот как на одну из, наверное, полезных, здоровых привычек, да. Вот мы... Первое, что приходит на ум, это утренняя зарядка. Что человек должен делать утреннюю зарядку. Я, например, горжусь, я каждое утро делаю утреннюю зарядку. Вопрос, какую, да? Светлана, вот дайте нам рекомендации, что мы делаем правильно, что нет. Утром многие хотят побегать, да, кто-то попрыгать. Правильно это или нет? Вообще, что надо? Наверное, больше всего мне хочется предупредить от бега по утрам, потому что оздоровительный бег по утрам, он не всем подходит. Потому как нужно понимать, в условиях города бег по тротуарам, по плитке, это не бег, стопа не амортизирует правильно. Правильно. И самое неприятное, что если человек неподготовлен, у него слабые мышцы, то по сути мы бегаем с устава, да, ну, можно сказать так, на костях. И поэтому очень часто травмируется, и люди, начиная бегать, говорят, у нас колени болят. А если большой вес тела, тоже бегать нельзя. Ну и потом, вот представьте, друзья, мы отдыхали, сердце работало в самом медленном режиме, а мы ему, кроссовки и на пробежку. Мы же никогда, когда ездим на автомобиле, мы же не переключаем. Какой должна быть зарядка? Какой должна быть зарядка по утрамам? Самая лучшая зарядка – это растягивание. Это самый лучший вообще способ развития, ну, человека. Мы же деток наших растягиваем. Покажите, вы принесли сегодня даже коврик с тобой. Вы знаете, я просто... Покажите нам очень коротко какие-то элементарные упражнения. Я просто хочу сказать, что, друзья, я сейчас буду показывать не утреннюю тренировку, а активацию, тонизирование всего организма, и поэтому в своей собственной прекрасной кроватке вы открываете глазки, вы поднимаете ручки, замком выходите наверх и чувствуете, как все ваши суставы проснулись. Потом вы заводите их назад и потянулись. Правая, левая ногу в диагональ. Затем вы прогнули грудной отдел и снова потянулись. И также шея. И самое приятное, если вы потянете к себе, например, ногу, и неважно, это сильно или чуть ближе, чуть дальше, вы сделаете вдох и на выдохе еще глубже. И тогда вы сможете активировать все, что внутри. Вы измените внутрибрюшное давление, а значит, вы сделаете самомассаж своим собственным органам. Вы их активируете, тонизируете, они проснутся. Ну и, конечно, варианты. Все для суставов. Можно сделать вот такое положение. Можно поставить ногу на ногу и отвести ее в сторону. Все должно быть очень мягко и спокойно. И только после этого вы можете встать очень спокойно и продолжить уже тогда, ну, как тренировку. И отправиться на работу. Светлана, спасибо большое. Вы знаете, захотелось даже к вам присоединиться, да, и что-нибудь где-нибудь растянуть. Дорогие друзья, а вот вы знаете, у гомельчанки Ольги Горловой тоже есть своя история. Дело в том, что наша телезрительница утверждает, что скандинавская ходьба помогла ей отказаться от вредных привычек. Вот давайте узнаем подробности по телефону. Ольга у нас на связи. Ольга, добрый вечер. Здравствуйте. Ольга, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, гомель». Расскажите, пожалуйста, вот как давно вы ходите с палками и вообще почему вас заинтересовал именно этот вид физической нагрузки? Я хожу с палками уже два с половиной года. А заинтересовало меня потому, что когда я впервые услышала такое интригующее название «скандинавская ходьба», я заинтересовалась и захотела испытать на себе эту необычную ходьбу. А скажите, у вас были до этого какие-то вредные привычки? И вообще, как изменилась ваша жизнь, когда вы взяли в руки палки и стали ходить? Да, вот было что-то такое? Ой, да. У меня была такая вредная привычка переживать, вспоминать прошлое, думать, как бы было бы, если бы было бы. И это очень сказалось на скандинавской ходьбе. Вернее, когда я изучилась техники и никак не могла отпустить палку, хватиться за земляк. И так совпало, что когда начала палка ходить ходуном, то есть правильная техника, я научилась избавляться от этих плохих ситуаций, возможно, не плохих, но тех, которые не хотела бы, чтобы они были, более легко. А еще я обнаружила рецепт счастья и здоровья. Это чистый воздух и радость движений. Потому что каждая тренировка заряжает энергией и отличным настроением. А какая кожа? Да лицо превращается в такое нежное руно, за которым я в сон плавал в путешествии. Так это же легенди, а это здесь. Ой, Ольга, вы знаете, вот слушаешь вас и хочется действительно заняться скандинавской ходьбой. Спасибо вам большое, спасибо за эти советы, за этот телефонный звонок. Ну как? Замечательно. Счастливый человек. А если бы еще в клубы организовывались, вот даже люди старшего возраста, чтобы почаще, чтобы ходили, чтобы не смотрели на них, как будто это планетяне какие-то идут, а наоборот поддерживали, наоборот восхищались просто. Причем могу прокомментировать, что люди, которым вот, допустим, с избыточной массой тела есть там, с повышенным артериальным давлением, им бывает не подходят какие-то другие виды спортивных нагрузок. Вот как раз скандинавская ходьба, один из тех вариантов, которые, да, очень мало противопоказаний для этого, поэтому замечательно. На свежем воздухе опять же. Ну каждый, да, да. Я хотела сказать, что просто я вижу, что люди со спалками ходят по тротуарам, этого делать нельзя, только пересеченная местность, иначе это не дает того, что... Это не дает того, что... Да, и еще я услышала, знаете, плохая привычка с сожалением о прошлом, вот меня это так настолько зацепило, а ведь так и есть. Это тоже плохая привычка, это не здоровье, поэтому скандинавская ходьба спасает от сожаления о прошлом. Чудесно. Да, замечательно, спасибо. Дело в том, что действительно каждый из нас хоть раз в жизни мечтает с понедельника, хоть раз в жизни, да, вот мечтал с понедельника начать новую жизнь, ну вот кто-то там заняться скандинавской ходьбой, кто-то там бросить курить, кто-то сесть на диету и пойти в спортзал. Ну далеко, вот согласитесь, не каждый доводит это благородное дело вот до победного конца, как говорится. Итак, возможно ли действительно изменить свои привычки? И как это сделать? Вот прямо сейчас короткие, но очень полезные советы психолога у нас на телефонной связи. Психолог Людмила Тутынина. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Да, Людмила, ну мы обычно видим тебя в этой студии, ну сегодня решили тебе позвонить. Ну извини, что нарушили твои планы, но тема очень серьезная. Это наши привычки. Скажи вот, пожалуйста, почему так сложно иногда вот что-то изменить в себе, вот как-то перестать вот делать то, что в принципе вредно для нас? Вот есть какое-то объяснение? Наталья, дело в том, что вот привычка, да, это что-то привычное, правильно? А если привычное, то мы делаем это уже неосознанно. Что значит неосознанно, не думая об этом? То есть привычное поведение, оно работает как у роботов, да? Например, чистим зубы, хорошая привычка, но разве мы это осознаем? Ну примерно точно так же люди тянутся за сигаретой, не осознавая это. Поэтому вся задача-то в чем состоит? В том, чтобы задуматься, а почему я веду себя так или это? То есть провести такую своеобразную ревизию. И осознав, что это нездорово, что это уже отжило, попытаться изменить ход событий. Вот я хотела бы слушателям нашим дать одну методику. Она очень хороша, и в частности, например, вот такие люди, которые борются с алкоголизмом, в группах Алланом, есть такие группы, да, они великолепно используют эту методику и приходят к ремиссии очень долго. Так вот, эта методика называется один день, да? То есть когда люди хотят бороться с какой-то привычкой, они себе говорят, никогда не буду или навсегда я бросаю, это ошибка. Нужно говорить так, мне нужно продержаться один день. Один день. Если вам тяжело один день, один час или три часа, то есть, по сути дела, вы отвоевываете себя у самого себя. Вечером подвести итоги, если это понравилось, сказать себе завтра, я продолжу этот эксперимент. Это намного легче, чем если вы будете бросать, бороться. Чувствуете, да? Люда. Здесь вы как экспериментатор, вы выбираете другой тип поведения, а когда вы боретесь, с кем вы боретесь? Сами с собой, правда? Спасибо. Вот такая вот маленькая методика называется один день, маленькими шагами доверения в нужном направлении. У кого-то завтра среда. Спасибо, Людмила, спасибо огромное за эти советы. Вот у кого-то завтра среда, у кого-то, в принципе, может стать и понедельник. Тот самый один день. Да, тот самый один день, когда можно действительно подумать, как и что в себе изменить. К сожалению, время программы нашей закончилось. Да, вот есть просто два сообщения от зрителей насчет привычек. Привычки разные. Кто-то любит громко петь, это Татьяна, когда одна дома. Олег считает своей хорошей привычкой никогда не брать работу домой. Ну, а у Руслана считает, что его полезная привычка – это полное отсутствие вредных привычек. Что-то мне Светлана напоминает, точнее, кого-то. Я хочу поблагодарить участников прямого эфира. Думаю, что это только начало интереснейшего разговора, который мы можем действительно продолжать в рамках нашей программы. Дорогие друзья, ну, а вам я желаю только полезных, только здоровых привычек и, конечно же, здоровья и счастья. Это был еще один «Добрый вечер», Гомес, Наталья Вуланец. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»